ПЕСНЯ Господи, благослови нас на сей занятии. Слово Твое, да вселяется в нас обильно, со всякой премудростью. Наполни сердца нашим благодарностью о дивных Твоих делах. Тебе за все хвала, слава, честь и похванение Отец и Сыне Святой. Аминь. Господи, благослови. Мы продолжаем наше занятие по первому тому Нового Завета «Толкование Боженного Ферфилакта». И на прошлом занятии мы прочитали Евангелие от Матфея, 4 глава, 10 стих. И остановились на комментариях Игнатия Тихоновича. Но я 10 стих прочитаю еще. Когда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи. И вот блаженный Ферфилакт говорит, познай отсюда, как полезно Писание. Господь им заградил уста врагу. Большими буквами выделено, как полезно Писание. И вот комментарии, страница 39-я. В эти три искушения дьявол вложил все соблазны мира. Чрево, чудо и авторитет. Спаситель каждый раз отвечает текстами Священного Писания. Ни на одно слово Христа, сказанное из Библии, дьявол не дает ни одного слова возражения. Почему? Если змей все еще сомневается, кто перед ним? Действительно ли воплотившийся Сын Божий? И это сомнение разрешится только при распятии и воскресении. То относительно Слова Божия противник неба уверен, что Иисус из Назарета, плотник и Сын Марии, приводит слова того, кто сбросил Его с неба, кто лишил Его звания Херувима Осеняющего. В каждом Слове Божьем враг видит автора этих слов, автора с большой буквы, чувствует его присутствие и не выказывает никакого сомнения относительно истинности этих изречений. Этим же методом, отвечая цитатами из Библии, пользуются все святые при разговоре с дьяволом. И ни разу сатана не опровергает этих слов, как будто они прожигают его, и опрокидывают, и делают безмолвным. Люди изучают различные науки, искусства, риторики, умения побеждать соперника, но ничто не может сравниться с чистым Словом Божиим, с его силой и неотразимостью. Никто хуже православных не знает Библию и ее содержание. Это же почти полностью касается и пастырей. Да коли Библия не будет стоять на первом месте в сознании людей, пока Евангелие не займет центральное место в разуме, до тех пор называющие себя верующими будут поражаемы дьяволом. И за эту ненаученность понесут ответственность те, кому верены эти овцы. Люди придумали различные обереги, надписи, священные предметы и особенно 90-й Псалом, чтобы отбиться от дьявола, предполагая, что он всего этого боится. Но вот здесь видим, что лукавый сам читает этот Псалом Давида и пользуется им как своим оружием, даже против Христа. Комментарий закончился. Ну вот нападки на комментарии. Я после каждого комментария, их 297 я дам здесь. Ну конкретно, покажите, что, с чем не согласны. Притом это не один. Я говорю, вот сегодня я получаю по интернету, вот у нас был, который здесь отвечал, глава миссии, Мария Александрович Сергеевич. Он говорит, я поехал там где-то далеко, его приглашают, он много лет в алтаре служит. Только приехал и говорит, Лапкинис приехал там, Лапкинис называют. Но что удивительное всего, говорит, книги ваши там читают. И приняли его по первому классу хорошо. Книги эти ставят на место. Они не просто дают человеку разочарование, говорят, вы разочаровали меня в вере. Ну где, по какому месту? Ну вот одно из них по порядку. Ведь это уже 14 лет. Собирались они где-то, а в епархиях разных, патриархийных, на эти книги. В Почаево, это центр православия. Там, говорят, какие-то профессора задействованы были, проверяли книги эти у Раева. Многое, что-то известно было. Осипову я посылал. Везде положительный ответ. Ну а кто против, они должны выйти и сказать. Вот они сейчас ездили и говорят, вы против, но вот перед вами коробка с книгами Лапкина. Руку запускайте, вытаскивайте любую книгу. И любую страницу открывайте. Мы будем отвечать вам на любое место. А это много страниц. Ни разу и никто. Ну а как? Вот сейчас сказал. Что сказал? Где оно? Это ваше учение. Какое? Конкретно, какое ты покажи, чтобы мы говорим вопреки Священного Писания. Я за авторитет Священного Писания. У православных это не принято. Вот начинают доказательства. Доказательства все на предание. Да и когда спрашиваешь предание, где покажи? Предания-то никакого нету. А вот где-то, когда-то было, кто-то сказал. Но это кто-то где-то его искать на суде Божьим Бог не будет. Он говорит, слово, которое я говорю, оно будет судить. Ну повтори про себя. Евангелие от Иоанна 12.48. А оно будет судить. Вот мы идем на экзамены. Сидят преподаватели. Ну мы отвечаем им на вопросы. Билет вытянул какой. Вытянул билет. Но билеты эти нам заранее раздали. Я по ним готовился. У Бога-то это то же самое. Господь спросит, за кого ты меня принимал? Одна говорит, я не могу, православная только что звонила тебе, Анна, и говорит, а где она прислуживает? Поет. Отпевает всех. Я не могу никак признать Иисуса своим спасителем. И она причащается. Она служит. Более того, она у нас принимала крещение. В ней все это было. Она отвечала. Писер на виде. Приехала, попы, все в ней выжили. Анна Седовенко, город Канск. Красноярского края. Что не ясно. Зайди в храм. Я называю ее, потому что она открытая. На суде Божьем, да как будет? Как ты творил милостыню? Бог смотрит не на то, что ты дал, а на то, что у тебя осталось после того, как ты дал. Вдова положила все пропитание. Ни один богач у тебя не положил. Вот один только был, и у него подражателей больше мы не видим. В Писечном Писании. Как? Половина и менее раздам, а кого обидел? Четверо. То есть ему надо будет где-то занимать, кого обидел-то. Рассчитаться в четверо это невозможно. Если вернуть у кого отнял, это еще можно. Ну как в четыре раза больше? Я у тебя отнял корову. Где я в четыре-то возьму? Обвинения-то, они ни на чем настроятся. Только от нелюбви к Слову Божию. А я что писал? От нелюбви к Слову Божию? Зачем тогда ты это написал? Затем, что Евангелие с толкованием блаженного Пепелакта стоит мертвым грузом. А теперь на него кинулись. У меня непрерывные заказы идут. Вот они вернулись. Кестово-православие требовало было. Почему так мало дал с собой запасное? Это необходимо людям знать на основании Слова Божьего. Крещение, покаяние, здесь всего касается. Выделил жирным шрифтом. Оно по глазам бьет. Какие основы выделили? Как полезно писание. Как полезно писание. То есть, обратите внимание, как полезно. Это сегодня мы в храме слышали. Златоуз говорит, люди хвалятся даже книгами. И говорят, у меня книги золотыми буквами написаны. Сегодня самарянки считали. Не это похваляют. А если вы живете по Евангелию, хотя и эти книги хорошо, что у вас есть. Это хорошо. Но вы хвалитесь не содержанием, не исполнением этого. Сегодня как раз в строку это, что нам сказал великий златоуст. Ведь православные-то вообще ничего не знают. Совсем не знают. Самое последнеещее начинают спрашивать. Не знают. Вот ко мне заезжают. И заезжают не просто кто-то. Потеряются в школе, в училище, без сестры. Бабушка их тут живет. Приехали на престольный праздник. Я спрашиваю не о чем-то, а о вашем престольном празднике. И они не могут рта раскрыть. Ну, я вам покажу. У меня есть ролик. Два с половиной года мусульманка отвечает. А два с половиной года он еще не разговаривает у вас. Как следует. А она отвечает на вопросы, которые у нас в 20-летие не ответят. Кто, какая мусульманка поубила христиан таких-то. Как она ответила им. Но все вопросы отвечают. Конечно, они заранее прошли это. Но как она четко отвечает. Скидывает руку, нужный жест дает. Вот эта Марина, которая считает стихотворение Бородиной и проще. Кто видел? Видели? А вы откройте, посмотрите в интернете. Сколько их года? Четыре? Пять. Пять. Пять лет. Так, с каким она наизусть говорит поэма. Огромная поэма Бородино. Как она? Да. Богатырини вы. Не то, что нынешнее племя. Это еще махнет рукой. Да покажет. Скинется вся этот талант, который развивали родители. Развивали. Над ними надо работать. Я простые вещи спрашиваю и не знаю. Но вот у человека для чего? В лагере спрашивают. Вы-то знаете для чего? Ну не для того, чтобы грызти на службе. Стоять и грызти-то. У нас ногтиеды в храме. Стоит впереди меня и грызет. Изворачивает голову, чтобы, ну палец-то неудобно, как он голову стоит и выворачивает. Зачем ногти грызете? Зачем ногтиеды? Для чего это то место, на котором ты сидишь? Ты знаешь? Ну, на бумажке напиши. Для чего? Василий Великий это объясняет. Не думайте, что я какие-то задаю вопросы, не нужно. Это нужная вещь. И весьма нужная. Здоровье-то болит у меня сердце или что-то, а у кончика принять через что-то не в сердце, а туда. В подушку. То есть это место на помощь всему. Я сказал бы, придете на занятия, прихватите подушки, сидеть твердо. А не надо, она пришитая. Она с тобой подушка, это все время. Пришел, сел, мягко. А больше у меня назначения никакого нет. Мы этой подушкой не можем ни вини, ягоды собирать, ничего этого нет. А сидя, что-то все раздумаешься. Господи, да так все. Я надо говорить, человек, который перебьет, он блеет. Ему, чтобы противно было. Потому что это неестественно. Но когда он естественно опражняется, выходное отверстие сделает, говорит, сзади. Чтобы мы не видели, чтобы нам было не противно, а чтобы превратилась в пища. Сзади мы это уже не видим как. Уходят из клаки и все. Святые это объяснили нам. А мы живем, пользуемся этим добром и не знаем, как объяснить. Это я, что-то маленькую частичку объясняю для чего. Маленький ребенок, а ну-ка, я тебе никуда замахиваться, да не по голове, а опять за все отвечаю, говорит, же. Как она услышала, говорит, попа называет. Она говорит, не попа, а жопа. И пошла на всех заборах писать жопа, жопа. Всю улицу исписала. Крапива и где? Сзади. Ну-ка, сними штаны. Раз. Это что, место, через которое научается душа. Душа так связана с телом, я вам зато узговорит, что наказывая тело, мы врачуем душу. А у тела-то мы наказываем. Ну-ка, иди мне, у меня тебе сейчас по заднице. Вот задумываешься, когда, Боже, да до чего же все мудро-то и прожил в маленькой талике, при мудрости твоей не понял не в мире, а в самом себе. Насколько все сложно. Я когда услышал, что нервы в человеке, вот если их все нервы выкинуть в одну нитку-то, это хватило, будет земной шара путать. Да не может быть. Если бы пауков не было, пауков, а выкрыли на пучки, землю покрыли бы насекомые в 4 сантиметрах. А мы даже их не замечаем. Они день и ночь не придут, ловят, это во всем мире. И когда Бог приоткрывает маленькую завесу, человек остолбенел и стоит. И этому Богу я не хотел служить. Который этой земле песчинки голубенькой дал место среди миллиарда-миллиардов разных галактик. Ее нигде не видно, эту землю. И здесь человек, которого он называет Богом. Вы Боги, но все вы умрете. И ради них, собратившись, покинувшись в Творца, он отдает самое драгоценное сына своего. Да голову бы нет, вот так хватился бы за голову, но голову бы не поднял. Боже, что мы сделали-то, Господи, с собой, с собой. Пожалей ты сам себя. И вот мы видим, где Сатана подошел. Почему он ни разу не возразил? Не возразил. И когда ты беседуешь с кем-то, и тебе возражают, и Слово Божие, не говори в ответ. Обдумай сначала, запиши. Может, в этом вскрывается как раз то лекарство, за которым ты гонялся долгое время. А через кого Бог подаст, это не нам знать. Господу Богу твоему поклоняйся, одному Ему служи. Сколько в этом сказано. Ни религии, ни каким конфессиям, нигде. Богу, в первую очередь Богу. А я родился здесь. Ну, я родился в этой Вериксе. Вот сегодня мед продавал шерстобитом Геннадий Павлович. Ну, я каждый раз ему напоминаю маленький. Он еще говорит, Бог дал тебе такой дар. Ты с пчелами разбираешься. Ну, его мама с моей мамой работали на пасеке. Он говорит, я помню, мне пять лет было, вы меня там качали на качелях. А чего ж не перекрещусь-то? Да я боюсь, как бы Бога не огорчить, неправильно перекрещусь. Я говорю, ну, давай пальцы складывай. Ты же старовер был. Сложил пальцы, он вот так вот сделал. Ну, ты еще не священник, приложи этот палец. Ну, давай крестись. Он начал слева, это, среди нас он 24 года. И он не знает, как, что справа налево. Да вот я боюсь, Бога огорчить боится. Так вот, каким... В какой причине-то? Да у нас же старовера, да у вас там старобрядческий хутор весь. Ну, крестить этот старовер, это все знают. Перекрестился один раз, первый раз сегодня. Столько добра человек делает, помолиться о нем надо. Я ему говорю, ты продаешь-то, я не емел, перейдал, без обман, да что вы, мы все записали его. Я ему пришел, я никогда не покупаю денег-то, нет. Ну, и подошел, подошел и покупать. Вытаскиваю деньги, так ты еще и сам делаешь. А я ему 30 дал, я говорю, 30 банок наливай. Вот сегодня остатки привезет, у меня столько и нету. Понимаете, человека уделил мизерным чем-то, а тебя Бог залил благодатью, воздухом, пищей, и ты не удивляешься. А увидел красные бумажки, удивился. Пошли. Можно еще вернуться? И для чего ноготь? Ноготь? А ты как раз носу подвернула его. Чтобы носу подвернулся. И Бога щелкать по носу, играть как ребятишки. Не, ну это как сказать, это действие пальца. Нет, не действие пальца. Послушай, это ноготь. И не вот так вот, не подушечка называется, а это ноготь. Прибрать человека к ногтю. Клонаккер. Так, по-немецки кто знает, что означает? Ущемитель-блок. А Владимир Ульянов перевел крохобор. Понимаете? Вот у нас ущемитель-блок, у нас не звучит. И он нашел аналог этому слову в русском языке, крохобор. К ногтю. Прибрать тебя. Давно пора придавить. Ты слишком далеко зашел, заворвался паразит. И люди показывают. А ты сама посмотри, сколько раз ты... Ничего нету, ты раз и отстегнула ногтем. Ничего нету, пока рябать где-то надо. Поцарапаться. Ты же не подушечка, я именно ногтем обрезал, даже поцарапать нечем. И сколько такого где-то? Что-то выщипнуть надо. За носочку вытащить. Именно ноготь, и как он легко подденет ее. Но не для того, чтобы грызть его. Ногти еды. Пошли. 11 стих. Тогда оставляет его дьявол. И все ангелы приступили и служили ему. Толкование. Господь победил три искушения. Пресвящение, тщеславие и любостяжание. Это главное из страстей. Следовательно, кто победил их, тот тем удобнее преодолеет прочее. Посему и ангелы служили ему, дабы мы знали, что и нам после победы готовы будут служить ангелы. Так как Христос все себе творил и показывал для нас. Потому что ему, как Богу, ангелы служат всегда. Все толкование. Видите, толкование. Вот я утром говорил о том, как Бог слышит. Вот приехал, мед продает. Ну и ничего особенного нет. А для меня это ответ на молитву. Мы только утром рассуждали. Наш знакомый, близкий человек попросил мед купить. Ну что, решили ехать на урывку. Я говорю, не надо ехать, батюшка поедет. Выходим, он говорит, так авто там стоит. Мы только проговорили, он уже стоит с машиной рядом. Подходи, бери. И мы взяли. Банок нет, Нина банки вытащила, берите. Ты научись видеть не просто совпадение, сочленение событий. А ты об этом думал. И на молитве принес перед Богом. И вдруг поступил ответ. Это живой Бог, который дал мне жизнь. Какая сладость ощущать это. То есть, всюду везде мой Бог. И вот это слово он дал нам. Повесил. Вот паучок, для чего он нужен? Я сказал. Вот я сейчас встаю там, напротив Нины. А он с проводов нитку опустил и ищет, где нет. Ветра нет, ему полетело. Я куда? Гляжу, он начал подбираться. Вот эта паутинка в 6 раз прочнее, в самой прочной стали. Ну, по толщине имеется в виду, если взять такую сталь. На юге там, когда нужно рыбу ловить, они, говорят, на такое берут как, круглую там, ручку делают. И в лесу ставят. И он сетку натягивает. Они ее берут и ловят большую рыбу, рыба порвать не может. Сетку эту, ну, с черпаком, который я люблю черпать. Паучок. И вот он ее поднимается, а нигде нет. Ну, куда она делается? Он ее не обматывает. Он ее на руку как больше не наматывает. Он ее съедает, говорят. И туша превращает в жижу, опять заполнена. Ну, нет, это нигде нет. Если взял на капроновую веревку, ну, порвал ее, выбросил. А этот именно перерабатывает. И вот как он натягивает? Он с задними ногами рассчитывает расстояние какое, ударил, ветром донесло, прилипло. У него рассчитано, чтобы она не застыла. Летит и на ходу застывает. А на конце липучка прилип, теперь он по ней идет в следующий удар. Сетка задрожала. Он знает, где там у него глаза нет, тут толку. Он знает, где попала мушка. Это такой художник. Про него в Библии написано. Паучок-паук лапками сыпляется, и бывает в царских палатах. От него нигде не избавишься. А раму поставил, смотришь между рамами, паучок, паутину натянул. Откуда он пролез-то? Когда был? Ты научись удивляться всему. Вот интересно. Я сказал, для чего ноготь, для чего заднее место сидишь-то? Спросила про ноготь. Я ноготь больше интересуюсь. Хотя ноготь оторванный бывает и живет, а без этого это горе тебе. Это тебе горе. Я просто хочу научить вас удивляться. Мы однажды дорогой ехали, и говорю, давайте, вот отгадывайте, что у меня в кулаке. Три раза можете ошибиться, а четвертый раз уже щелчок. Ну давай, а что это, живое или живое? Неживое. Ну а считать по-химическим, то живое. Так. А у каждого ли оно есть-то? У каждого почти. Ну думали-думали, гадали, никто не мог отгадать. Я говорю, я в носу задел соплю и зажал ее. Понимаешь? А нужна она, я говорю, нужно человеку много тратить, для того, чтобы от нее избавиться. Платочки. Но если она исчезнет, ты кричать будешь. У нас валишь и тихо было. Все пересыхает. Постоянно нужна смазка. Специальная мазь продается. Она покупает, смазывает, чтобы пылинки задержать. Врач, так нет? Так. Это свист, ворсинки, волосинки. Все это калорийно. Своего рода. И не знают. А тут задал два вопроса, об ногти спросили, а дальше нет. А дальше еще самое интересное. Ладно уж теперь. Это рассказывает, уж в виде анекдота. На верховную раду у нас, рада, как дума называется, пришел Сталин. Все соскочили. Иосиф, вы сели, волныш, добрый день. Понятно, товарищи, сидите. Какие, может, предложения есть? У нас тут перестройка не идет. Два вопроса поставьте. Первое. Думу все расстрелять. Второе. Белый дом перекрасит зеленый цвет. А может, вопрос, можно. А почему зеленый цвет? Благодарю, что по первому вопросу вопросов нет. Так и здесь. По первому, по второму вопросу вопросов нет. Поехали. 12-13 стихи. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив на заре, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых толкованиях. Иисус удаляется, научая нас через это, чтобы мы не ввергали себя в опасности. Удаляется в Галилею, то есть покатую и наклонную страну, потому что язычники уклонились в грех. Поселяется в Капернауме, который значит «дом утешения», ибо он зашел, чтобы язычников соделать домом утешителя. Завулон значит «ночной», а Нефалим – «широта», потому что язычники жили в ночи и широко, ибо ходили не тесным путем. «Но широким, ведущим к погибели» от Матфея 7, глава 13, 14 стихи. Вот как, понимает слова, перевод его на них толкует. Потеряевка, а что потеряевка? Да тут потеряность не найдешь, по полям ездили, ездили. Вот, потеряются и растеряются. Какие только заголовки. Нет слова «потеряевка», а выигрывают это. А корчено, да ничего, скукожено, с корчено, кроме крапивы ничего нет, все околки порубили. А рядом шарщина, ну, теперь, сам узнаю, ребриха от чего называется, ну, я машу слово «ребро» задействовано. Вот Барнаул, что он означает? А что такое Москва означает? Вот Сакраменто. Сакраменто – священный. Это, Сан-Франциско, Святое Франциско, Святое Златоуст, город Златоуст на Урале есть. И Анна Златоуст отказывает, блаженный февелак это объясняет. Надо знать значение слов, оно не случайно. У нас потерялось смысловое значение названия зверей. Адам дал название зверям. И Анна Златоуст говорит, он их первый раз видел. И Бог не сказал, вот это медведь, вот это корова, вот это ворона. Это Адам дал название. Но у нас нет связи между словами и свойствами этого животного, птицы. А Адам заранее это знал. Он, говорит, был, обладал пророческим ведением Адама. По-еврейски, ну, вот ворона, кто такой? Вор, она, вор, она. Она ворует все везде. Сыпушек ворует. Да хитрая такая. Из-под низу может цыпленка своровать. Вытащим. Или воробей. Вор, бей. Еще больше нет. Нету здесь садительная буква В, как пароход и паровоз. А в еврейском языке, то есть имеется в виду, ну, какой он, ассимилированный язык, этот сохранился. Это было заложено. Он заложил туда. Мы говорим деньги. У нас что они деньги означают? Вот у нас сохраняются. В греческом языке говорится, что они даются на день. На один день. Постарайся те вещи, а не встратить их. А если некуда, раздай. А у людей деньги-то ничего и не значит сегодня. Хорошо. С 14 по 16 стихи. Досбудется речерное через пророка Исаию, который говорит, «Земля заволонного и земля нефалимого». На пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий. И сидящим в стране и тени смертной, воссиял свет. Толкование. Называется путем моря, потому что лежит на пути к морю. Свет великий означает Евангелие. И закон был свет, но малый. Тень смертная есть грех, так как она есть подобие и образ смерти. Ибо как смерть объемлет тело, так грех душу. Свет воссиял нам, ибо мы не искали его. Но он сам воссиял для нас и просветил нас, сидящих во тьме. Все толкование. Видите, в каком времени воссиял, от меня не зависело, а сиял. Это откуда-то. Значит, для меня он уже дам был. Не я его создал, не я к нему пришел. Я шел, вдруг свет вспыкнул, а сиял, дорогу стало видным. Вот это означает любовь. Божие слово Евангелие. Я закончил в армии. Татист календарили меня. Поехал в Москву. Зачем? Куда-то надо ехать. Ну куда? Преследуясь здесь. Евангелие еще не встречал. Но уже жизни мне не было. Куда? Вспомнил, со мной служили латыши. Высокие, русые, рослые, работящие. Поеду я туда, в карту посмотрел. У брата в Москве Самуила в Ригу. Вообще ничего нет. Ни военного билета, ни паспорта, ничего нет. Когда я приеду туда, у меня всего 6 рублей. Было с собой. Вообще ничего нет. А Бог знал, куда меня везти. Незнакомый начальник милиции, с чего-то ради ко мне расположился. Дал указание, чтобы меня приняли на работу. Стал работать, первая получка. И пошло, и пошло. А тут сдал экзамены, мореходное училище. Находясь, переезжаю в Венскус, и Бог меня поймал. И Евангелие попало мне в руки. Все. Началась новая жизнь. Свет воссиял. Я не знал, где этот свет. Для меня уже назначен был день и час. 27 сентября, 62 года, в 17.00, в Розенберге, в 18.00. Там в комнате для меня воссиял этот свет. И я там пал, как саву. И оттуда пошло все. Столько лет и столько зим. Вот вы найдите для себя этот забулон. И когда я воссиял этот свет, я там и был. Вот это любое слово, кажется, объяснять не надо. Оно по тебе пройдется. И ты скажешь, это про меня написано. Это для меня он воссиял. Где это место было? Когда? Какое твое положение было? Как ты возрадовался? Как изменился маршрут жизни твоей? Найди это все. И наполни сердце неизвреченной радостью и благодатью. Благодать, она не иссякающая у Бога. И чем больше ты Бога благодаришь, тем шире открываются двери неба. Комментарии. Весь смысл всей истории, которая была между доисторической вечностью и послеисторической вечностью, заключается в слове благовестия. В раю произошло крушение, нарушена гармония. Пала вершина творения через происки врага. Через ложь вошло убийство. Ибо дьявол есть лжец и человекоубийца. Иоанна 8, 44. И все человечество в лице первой щиты Адама и Еру погрузилось во тьму, в тень смертную. Дьявол есть владыка смерти, имеющий ее силу. Послание к Евреям, 2, 14. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Бог открылся людям как Создатель, Зиждитель, и, наконец, открывается как Отец Милосердия и Искупитель. Мы узнаем из Библии, что у Бога есть определенные свойства, неизменные и вечные. Бог постоянен всегда и вовеки. Он не может поступить против своих свойств, присущих Ему, таких как любовь, справедливость. Божья справедливость требует наказания за грех. Бог никогда никому не простил и не может простить грех просто так, без наказания. Иначе Он будет Бог изменяемый, противоречащий своим свойствам. Послание к Римлянам, 6, 23. Вот это почти не принимается православным. Как там? Ну я же прошу прощения. Ну что, что ты просишь? Но ты должен понимать, прощение даруется только через смерть. Возмездие за грех смерть, плата за грех смерть. Ну что Адам-то сделал? Нихого не убивал, жени не изменял. Ну умирают-то. Сто миллиардов умерло уже. Весь мир катится в катастрофе. А все началось где? Все эти курочки ваши красивые, которым вы голову отрубаете осенью, это все последствия Адамова поворота. Но ты на это взгляни. Бог не может простить. Как не может? Опять не понимают. Православные не понимают. У Бога нет свойства прощать за так. Он не может этого сделать. Это не Божье качество. Божье качество. Возмездие за грех смерти. Искупление должно быть. Православные вообще не вмещают эту мысль. А это послание к евреям, к римлянам 6.23. Ну я же прошу прощение. Ну и прости. И мусульмане просят, и буддисты. Но прощение в крайне Христа. Он намыл нас в крови Иисуса. Для чего причастие? Ну ты маленько там думайся в это. Верую принимаем. Верую усваиваем. Присваиваем себе, как Златоуз говорит. Ты когда слышишь, что это Агнец мира, берет грех мира. Ты скажи, мой Агнец. Мой грех понес. Он лично за меня пришел. Что мир, я не могу этого понять. Как за мир завез, когда там и кит, скажи, Сталин и миром. Это непонятно нам. Но это для меня понятно, потому что это я, мне больно. Совесть меня мучает. Я вспоминаю, что говорил, что думал. И все это затемняет в горизонт. Но он умер за меня. У меня как просветление какое, как открывается. Он умер. И он меня утешает. Не печалься. Грех твой искуплен. Я омыл его своей кровью. Тебе надо идти было умирать. Я умер за тебя. И кровь свою пролил. Страданием на кресте тебя я искупил. Вот у православных этого совсем. На тебя пойду в церковь и сдам грехи. Батюшка сделает. Батюшка ничего не может сделать. Он сам нуждается в этом. Это надо непрерывно день и ночь говорить. И чтобы мало детей узнало. А почему тогда грех так страшен? Потому что это смерть. За грех смерть. А можно как-то наказание. Ну наказание можно, это смерть. Нельзя выйти никак. Я на эту тему беседовал в доме Улы. Вы кто видели там в интернете? Никак. Никак нельзя выйти из этого. Никакими баранами нам не искупить грех. Дальше. Римлянам 6, 23. Ибо возьмите за грех смерть. А дар Божия жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Ни один грех, ни одно преступление, ни одно нарушение заповеди Божьей никуда бесследно не исчезает. Коевреям 13, 8. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Каждый грех должен быть оплачен смертью. Человечество, начиная с Адама, стало врагом Богу. Примирение происходит через Сына Божия, непорочного Арнца, взявшего добровольно на себя все преступления, все отступления, все нарушения всего мира от Адама и до последнего, живущего при Антихристе. Иоанна 1, 29. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Исайя 53, 5. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. 1 Иоанна 1, 7. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Христос занял место грешника на кресте. Каждая душа, поверившая в это, усваивает жертву Искупителя лично для себя, присваивает ее. В этом личном присвоении заключена безмерная благодарность искупленной души. Он умер за меня, Он занял мое место на кресте. Вместо меня Он пошел в ад. Он мой Искупитель. Он меня выкупил из плена и смерти. Он ждет меня. Я Его раб, слуга. Он весь сладости, любовь. И все это я узнаю из Евангелия, из этой радостной вести, единственную, которую можно назвать с большой буквы благой. Она от благого Бога, от благого Бога Сына, от благого Бога Отца и от благого Духа Святого. И эту благую радостную весть нужно нести всем, как самое ценное сокровище. Об этом мы должны греметь нашими сердцами и языками громче, чем колоколами. Если бы благая весть звучала в храмах сегодня, как при апостолах, какие слезы сожаления и раскаяния вызвало бы это в Пасхе, что так долго они находятся в тени смерти из-за отсутствия живой вдохновенной проповеди об Иисусе Слончайшем. Ну вот еще один комментарий, ну что они считают, собираются когда, я так мысльно представляю священники, там архиереи, ну просчитают, как ты думаешь, да нет, тут все по-православному. Ну, он не может сказать, иначе я просто буду знать, что это антихрист сидит. Он не может ни одному слову перечить. Ну давай дальше, там сколько еще, да еще 294 осталось. Они не досчитают до конца, как уже будут такими же, как я. Если он будет считать этот комментарий, он другим не может. Я бы говорил про мусульман, говорю, ваши следы могут проникнуть евреи? Он говорит, нет. Это невозможно. Ну как невозможно? Берия была, другие там, ну, Зорга, вот посылали кузнецов, Станя, врага один в поле воинцах. Там может, здесь не может быть. Мы трижды ночью только в Саверную молитву. Ты понимаешь, что это такое? Трижды славим Аллаха. Если он с нами будет жить, он будет такой, как мы, или сойдет с ума. Человеку нельзя сделать это. Это только любовь может сделать. Ты посмотри, когда молятся люди настоящие, что с ними делается? По-настоящему молятся. А по-настоящему молятся очень-очень многие, даже не христиане. Я не у кого-то, у благощинного Красноярского края, Бургина отца Александра был. А он, я его попросил сходить к едесятникам, там, книгу отнести. И они молились при нем. И он вернулся, я туда к нему ездил, и он не может успокоиться уже неделю целую. Я увидел, как люди молятся. Так как же так? Так выходит, у нас совсем не молятся. Он увидел лица, которые от земного отрешились. Они своими словами его пьют, но они при нем, видимо, не было таких расслабляй, говорений на языках. Он увидел. Когда Серафим Саровский молился, как? У нас, когда служба кончится, а его выводили, руки поднятые, лицо горит огнем или светом, выводит. И он еще не понимает, что служба кончилась. Вот для него это не служба. Для него это единение с триединым Богом. Разница в общем. Вот это единение-то с Богом, он нужно постоянно искать. Не подыскиваться друг под друга, а искать Бога живого. Начни трудиться, начни приобретать души. За тебя будет много молительников. У тебя будет другое настроение совершенно. Для тебя столько детей родится больше, чем у дальнобойщика. Считай. 17 стих. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Толкование. Иисус начал проповедовать со времени заключения Иоанна, потому что ждал, чтобы сперва Иоанн засвидетельствовал о нем. И приготовил для него путь, которым ему надежало идти. Иисус, подобно как рабы, приготовляет путь своим повелителям. Будучи райом Отцу, Господь имел в Иоанне своего пророка. Так же, как Отец Его и Бог имел пророков до Иоанна. Впрочем, Иисии были пророками как Отца, так и Сына. Царство Небесное есть и Христос, и добродетельная жизнь. Ибо когда кто живет на земле, как ангел, не небесный ли он? Итак, в каждом из нас есть Царство Небесное, если живем по Евангелию. И комментарии дальше. Комментарии. Слово по Евангелию. А зачем я комментарии делал? Вот вопрос. А вот за тем, чтобы были беспокойны. Чтобы потеряли покой, что у него книжка есть. Когда они читают, они начинают оглядываться. Ты же пел это дело, но есть, есть Божий суд на перстнике разврата. И Евтюшенко, наверное, написал стихотворение. Есть Божий суд на перстнике разврата. И как забеспокоились, как забегали, как табак просто начали совать. Есть Божий суд, ревет Волга, бурлаки. Есть Божий суд, все везде выпьет, есть Божий суд. И он понял, что нахвачено там победоносцев, кто там есть. И про себя подумает, хорошо, что нет суда Божия. Иначе жить-то нам зачем богачам? Это их Душенко на стихотворение Леввинтова, которое на смерть поэта Кушкина написал. И ты как-нибудь, просчитай, придешь. Что там еще пишет-то? Ну там в 26-м томе у вас, наверное, есть. А там, посмотри. И вот это я делаю ремарки, большие или небольшие, ничего не толкуя. Оживить на сегодняшний день, показать состояние церкви. Что мы не такие. И показываем, как такими стать. Путь Евангелия. Евангелие. Вы слышали от слова? Семей, домашняя церковь. Домашняя церковь. Это не купола, не иконы. Это молитва. Если нет общей молитвы, домашней церкви нет. А когда она бывает? А у нас приходит, бывает утренняя, раннеутренняя, когда никто никуда не ушел. Раннеутренняя молитва. Вот главный объединитель цемент, который скрепляет. Вот смотри. Нет у тебя единения с кем-то? Почему не было этой молитвы? А где она есть, там объединение полное. Там нет расхода. Расхождение по сторонам. А она стягивает нас в одно русло. Ну просто сами посмотрите. А я привык ложиться поздно. Дальше не говори. Я знаю. Значит ты долго спишь. Долго спишь. Посмотрите, как тщательно постель заправляют. По тому, как люди заправляют постель, можем узнать, как он начинает день. Он ходит, все разглаживает, то другое. Дозад к вечеру опять будет. Это никакого значения не имеет совершенно. Иоанн Атаус говорит, подходит настоятель, ногой только задел монаха. Ногой. И горы огласились ангельским пением. Ты понял? Ты один раз это услышал. Какое пение услышал? Какие первые слова говорите? Первые слова. А то знать слово интимное, это что-то... А интимное, это значит единственное личное интимное встреча с Богом. Он меня ждет. Ты проснулся ночью, так это еще не утро. Еще время для молитвы есть. Ты вот перемени это отношение к молитве. Ты увидишь, это не стояние в храме. Съездить на причастие там или что-то будет где-то. Или батюшка, когда у нас приедет. К этому надо всю жизнь готовиться. Молитва. Куда бы ни пошла в огород. У нас тут воровство идет какое. Я считаю это все от невнимательности. От беспечности. Выбери время вечером. Немного, четыре минуты. Обойди свою усадьбу. Просчитай до воскресенья Бог. Раз, другой. Один раз обойди. Один раз. Заткни кольцо. Мы это делали в дороге. Отдельно где-то на берега Березы приедет собака. Я говорю, даже смеялся один раз. Ну, кто будет считать? У нас Третьяков, когда ехали с ним, он на восток. И когда в палатку-то они залезли с Вадимом. И он, видимо, вспомнил. А я гляжу, что-то собака беспокоилась. Она со мной собака-то. А он вспомнил, из палатки вылез. А комарья много. И в одних трусах согнулся. И вокруг нашей стоянки-то пошел. Я помню. Честный человек. Обязательный. Он вспомнил, что не успел просчитать. И залез в палатку. Вывез среди комаров. И пошел в одних трусах просчитать. Вот какой у нас народ. Какая обязательность у него. Сегодня ты в усадьбе спишь. Украли у Игоря радиатор уже. Два дня назад или сколько. Но до тебя доберутся. Сегодня ты встал, у тебя все дома. Велосипед на улице стоит. Вот они, два колуна. Кололи, так и лежат. Вчера лежали, сегодня лежат. Ну колун взять еще не стоит. Он день не стоит. Почему его не убрали? Ну найдите, чей колун? Батюшка? Или кто? Почему на улице вся техника-то брошенная стоит? Я не говорю о тракторе. Ну хоть какие-то сигналы купить, чтобы... Ну как-то что-то. Беспечность. И беспечность ему наказывает. Ну а раз мы молимся об этом, рано или поздно, те люди задумаются. Все, дни ночи опять собаки лаяют. Тебе надо, скорее, перейти туда, к собакам жить. Комментарии. Искупленное чадо Христа всем сердцем, поверившее в то, что Иисус умер именно за Него, принесшее покаяние за все прошлое и принявшее крещение для оставления грехов, омывшееся от скверной святой купели, из мертвых ставшее живым, не может не проповедовать, будь это даже совершенно неграмотная, больная столетняя старушка. Деяние 22.16. Итак, что ты медлишь? Встань, хрестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Одно из самых страшных наказаний для возрожденной души никому не рассказывать о Искупителе Иисусе Христе. Деяние 5.28. Позаметьте, одно из самых страшных наказаний, когда запрещают. Меня вызывает урок, режимно-оперативной работник. Самый брачников такой, полковник там, душу вытрясет. Ну ему, доложили, меня на прогулку выводят, а я написал 10 вот таких кратких, как боку, если где-то в щели в бетоне есть сунуты, ну и нашли, которые выводят нам. И ему на стол положили, и он вызвал, ваша работа, моя. Ну и дальше начинаются угрозы. Но тут уже шагу назад нету. Говорил и буду говорить. Я обязан говорить. Везут меня через Кемерово. То же самое. Начальник уже от обеда меня вызвал. Это ваша работа. Ваша. Дальше с ним беседуем. С начальником тюрьмы, и он меня теперь вызывает каждый день, и спрашивает по Библии. И умер по-христиански. А зажался бы, как таракан, но ничего бы не было. Это Бог делает. Где бы ты ни был, ты проповедуй, ты говори, ты сей. Сей от широким взмахом. А там уж что будет, так будет, пускай. Так нужно работать, мы дружим давай. Работать руками, работать умом. Работать безустрим, ночью и днем. Федор Акумулевский. Вот какие поэты в России были. Деяние 5.28. Не запретили ли мы вам нахребка учить о имени всем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека. Петр же и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеку. Мы во всем должны подражать нашему Господу Кресту, смотреть на Него через Слово Его, чтобы уподобиться Ему во всем. Каевреям 12.2. Зирая на начальника, совершителя веры Иисуса, который вместо принадлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший по срамлению, и воссел одесную престола Божия. Наш Господь сразу после крещения, как говорит Матфей, начал проповедовать. Мы дети Его, и если мы искуплены им, то не должны никого на земле слушать так, как нашего Спасителя. Если нас не учат в храме Евангелию, то мы обязаны изучать его самостоятельно по толкованию святых отцов. Нужно собираться вместе с единоверцами, читать Слово Божие с толкованием блаженного Теофилакта. И жизнь наша будет стремиться идти по евангельскому пути. Вот пишет мне вчера один. Я уверовал, принял крещение, а жена не приняла. Стала ходить к едесятникам. И теперь она пропадает все время там. Я ходил уже и к Биспитеру, и говорил, они говорят, ты покайся и будешь нашим братом. То есть они его, кажется, к себе перетягивают. Что мне делать с ней? С ней? Вопрос не стоит с ним. Ну а что он может сделать? У человека свободной воли. Где ты раньше был? Почему ты не показал ей, что православие лучше, чем пятидесятичество? Жизнь свою покажи, отношение к молитве, отношение к Слову Божию. А ты показать этого не сумел? Ну и ничего больше нет. А она? Ну а она не идет своей дорогой. Да когда я детей забрала, теперь я... Ну забрала, конечно. А как? Да у нас таких хватает. Забрала детей, ушла и теперь в церковь не ходят. Не ты один такой. Заранее надо было думать. Не спать. А то днем каждый раз ложимся спать. День превратили в ночь. А праздники в ночь превращали в день. И он златоуст. Эти вопросы прямо поджигают. Это мне лично задают вопросы. Обратись к Слову Божию, посмотри. В одном доме разные люди. В одном доме. У Давида какая жена Милхола была? Давид, пророк, царь, псалмопевец. А она в окно увидела, что он перед корчегом пляшет. И выспила его. Перед служанками как-то унизился. Разделся, пляшет. А он говорит, унизился еще больше, унижился. Дом отца твоего Бог отверг, а меня избрал. И Бог сразу же его слова принял и затворил ящерева. Все. А для еврейки это самое высшее наказание было. И все. И дальше мы знаем, как печально она кончет жизнь. Со своими детьми. Ты не знаешь, не смейся. Ты сначала разберись, посмотри. Вот мы сейчас прочитали. Это комментарий опять новый прочитал. Почему? Мне нужно людям доказать, как важно любить Бога. Бога. Живого Бога. Не тот, который на иконе только. Живого Бога. Который слышит. Живой означает. Я как живому говорю, а к мертвому что я буду говорить. Вот у меня нужна сейчас по этой трассе. Так это такое маленькое дело. Для меня большое. По пруду. По деревьям. По лагерю кончилось. Лучше. Блодополучно. Миссионерская поездка кончила. Блодополучно. Теперь третий. Я стучу и стучу Бога. Мне нужны помощники. Ходатые. За это дело. Чтобы сделать дорогу настоящую. А сегодня там свяка только на тракторе можно проехать. И все хорошо считают. Ну хоть не мешай, молиться не умеешь. Хотя бы не мешай. Чтобы нашу немощь Господь сделал силой. Завтрашнего дня уже начнет что-то проявляться. Так нам уже позвонили. Могут приехать. Люди уже осматривать будут. И дальше может что-то быть. 18-19 стихи. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев. Симон называемого Петром и Андрея, брата его, закидывающих сети в море. Ибо они были рыболовы. И говорит им. Идите за мною, и я сделаю вас лобцами человеков. Толкование. Симон, Петр и Андрей были ученики Иоанна. И еще при жизни Иоанна видели Христа и слышали о нем от Иоанна. Вот Агнец Божий. Но когда увидели, что Иоанна связали, они опять возвратились к рыбарской жизни. Там Иисус, следя около моря, уловил их. Видите как. Шел и нашел. А почему не нашел тракториста? А его не было. А которые, сельские жители, какие были, те пришли. И дальше мы видим, какие. Чем занимался Елисей? Пахал. В это время я его позвал. Плуг изрубил. Деревянный был плуг. Быка зарезал. Праздник меня пророчествует. Позвал Господь. И пошел. У нас считают, хороший тот труд. Там дальше есть. Но к нему дороги-то нет. Подошел Игорь Сталинский. Вот эти тополя. Они дают такую тень. Здесь никогда не продувают. Их не просыхают. Их свалить надо. Вокруг деревья мы постараемся убрать. А тополя мы не можем. Помогите. У нас сильные пилы есть там. Зимой свалите их. На чуваки на какие-то извините. В дороге больше ничего не надо. И дорога свободная будет. А дальше еще что-то Бог сделает. До того, куда доберемся. Это жизнь. И надо просто радоваться, что Бог дает нам желание работать. Любая работа лучше безделья. Любая, которая имеет намерение на пользу. Неприятно пахнет маляр. Ну вот все, говорит. Шахтер грязный. Но безделья хуже воняет. Там всякая веществота. Всех отсылок греха. Вот смотришь, они там вот артисты. Женятся, разжениваются. От безделья. И они тотчас оставив сеть и последовали за ним. Толкование. Они и прежде при жизни Иоанна слушали Христа. Но оставили его. А теперь, увидев его, тотчас опять последовали за ним. 21-22 стихи. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев. Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку, и отца своего последовали за ним. Толкование. Питать отца, и притом честными трудами, великая добродетель. Они были бедны, посему, не имея возможности купить новых, чинили старые. Сам Зеведеев, кажется, не уверовал, и потому они оставили его. Видишь, когда нужно оставлять отца. Тогда, когда он препятствует добродетели и благочестии. Увидев, что первые последовали за Христом, и они, сыны Зеведеевы, подражая им, тотчас пошли за ним же. Все толкование. Тут толковать нечего, но позвал, иди. Теперь вопрос, а меня он позвал? А куда он позвал меня? Когда сказал, иди? Пошел ли я? Или все, отнеклись, подожди. Дети вырастут. Ну, сейчас, ну, правда, дети-то растут. А теперь выросли. Ну, теперь надо женить, замуж выйдать. Ну, подожди маленько-то. Даже притча такая есть про это. Как он думал, молодой пойти. На берегу сидел, а подошел в старице, стал уговаривать, да как же, да как. Детей оставил, это не положено, эконом против. Ты вырасти их, а тогда иди. Смотрят, летят лебеди под облаками. Он удивился, вернулся. Женил. Внуки пошли. Теперь решил, теперь уж я пойду. И пошел. Опять до реки дошел, до этой. Опять старичок. И опять уговаривает. Да это как так? Это надо, ну, с внуками там, и все это. Убедил его. А когда уже составился, третий раз пошел. Второй раз смотрит, гуси летят пониже, но тоже красивым клином идут. И третий раз. Никто не останавливает. Видит, ворон летит, как, он вплюхнулся в воду. И тогда ему открылось. Вот первый раз шел, вот второй раз, а это вот третий раз. Подожди, дом построю, я поеду на благовестие. Построил, не поехал. Подожди, еще там у меня внуки вырастут. Не поехал. А ты выбери время на это. И ты увидишь, сколько радости ты пропустил уже. Невозвратно. Навсегда. И у нас вот деревня есть, уйдут на неделю. За неделю, я не видел, я говорю, батюшка, а чем он занимается? Понятия не имею. Всю неделю дома сиди. Всю неделю дома и носа не покажут нигде как-то. Хотя бы у нас какая-то нужда побеседовать. Нет. Это не один такой человек. Вот новая строится, этих я вижу рядом. А эта нет. С чем занимается? Не знаю. Один с поля не вылазит, а другой из дома не слазит. Потерять общение с друзьями и иметь в этом необходимость. Это потеря. Это очень большая потеря. Дальше. Двадцать третий. И ходил Иисус по всей Галилеи, уча в синагогах их. И проповедуя Евангелие Царство, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь людям. Втолкование. Ходит в синагоги еврейские для того, чтобы видели, что он не враг закона. Начинает с знамений для того, чтобы поверили его учению. Недуг есть долговременная болезнь, а язва – непродолжительное расстройство в теле. Все толкование. Двадцать четвертый и двадцать пятый стихи. И прошел о нем слух по всей Сирии. И приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных. И он исцелил их. И следовал за ним множество народа из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи и из-за Иордана. Втолкование. Вопрос. Почему Христос не спрашивал о вере никого из приведенных? Ответ. Потому что это самое уже было делом веры, что их привели издалека. Лунатиками месячними называет веснующихся. Демон, желая уверить в людей, что звезды злотворны, выжидает полнолуние и тогда мучит, дабы за причину страдания прияли луну и бесславили создание Божие, как и заблуждались манихеи. Почему в полнолуние? Вот ответ дается, чтобы направить гнев на творение Божие. Никогда ничего, если не знаешь, не вини. Прими как есть. Это никогда не шибешься. За все благодарю. У Бога покой того не бывает. У вас время на занятия сколько? Час? Сейчас мы прошли. Видео, немножко мы прошли. Меня всегда интересует блаженный профилар. Ну, рисует какая икона. Может, она и не такая была. Обыкновенный диакон в Константинопольской церкви. Как ему эта мысль пришла дать полное толкование без откровения? И всех святых отцов в то время известно. Это еще сто лет спустя после рождения Христа. Это 900 лет этому толкованию. И он начал говорить в церкви. Кто-ли кто-то записывал, от него осталось. И вот мы теперь это получили. И все спрашивали, а почему на тебя никто этого не сделал? Я все это применяю к себе. Но, значит, не наступило время, профилар не родился. А удобно? Очень удобно. Очень. Я могу просто свидетельствовать. Я по нему занимался. И в университетах, и везде. Очень удобно. И вопроса, некоторые прямо сам он отвечает. Какое местописание нет? Не знаешь? Открыл. Посмотрел, и не надо дальше искать. Потому что теперь расширяй на сегодняшний день. Вот так. У меня личная к вам дуральность бы. Личная. Это, как вчера я говорила сегодня. Что Бог вразумил меня, как поступить. Вот с этим делом. Настолько необычное вот это вот. Весенний поводок рядом. И пруды. И рядом как лес. И надо поднять. И удавить нещет топтать. Там должна быть трамбовка. Ничего этого нет. Если бы работал какой-то шлаковый завод, то когда клиру поднимем, тогда можно было на полметра насыпать шлаком. Он пропускает воду. Ну и шлака-то нет у нас. Каждая машина 1700. Мы договорились уже 20 машин привезти. Это уже, ясно, 64 тысячи. А потом только гравий. На гравий еще надо насыпать и песка. Большие кучи запасные. Если провалы будут. Это все хорошо, если бы ходили одели ковушки. Но для тяжелой техники это все по-другому. Я никогда просто не встречал, чтобы так все это в одно слепилось. И завтра если будет человек, то он может быть даст как-то. Но мы будем делать все равно. Все равно поднимем. Этой лужи не будет. Выровняем эту пробьем дыру. Ну и даже подумаем, кольца следующие вот ставят или следующие. Если мы пробьем дыру, а может быть хватит, чтобы гора ушла. И давай эти кольца мы положим в дыру вместе. У нас больше их не будет таких мощнейших. Павел их лил. Я их вытащил. Игорь вытащил. Друзья. Вот. Что Бог вразумил. Как раз тяны не хватает. На картинке я нарисую. Я знаю как. Но на деле как это поведет себя. Тем более дожди такие идут. Слякоть. Это можно насыпать глину и превратить в озеро глины. Ничего не будет, кроме потери денег и всего прочего. Нам нужно сделать так, чтобы не один год. Асфальт не пойдет. Его сразу переломают. Даже хоть какие бы деньги были, ничего не пойдет. Тут надо полметра сыпать сейчас. Как шлак или гравий. Самая лучшая щелень. На железной дороге. Щелень самая лучшая. Понятно щелень. Щелень не будет. Щелень. Сначала крупно, потом мелко управлено. Но это не одна машина-то. Да. Потому что вот от берега мы где-то обводят. Ну сколько тут? 200 метров почти. Хотя это очень-очень много. Издалека машина. Тем более подъезд такой плохой. дождей размывает. Дорогу не идет. Там транспорт к нам пройдет, не пройдет еще. Кто ехал, едет на микроавтобусе, а пройдет или не пройдет, мы даже ответить не можем. Пройдет, не пройдет. Значит так. Мы расходимся. И поблагодарим Бога просто, чтобы не забыть, о чем я говорил. За пятую неделю что-то решать все будет у нас. Достойно. Божественная И принепорочная И Матерь Бога Наша Бог Честнейшую Херубин И Словнившую Бескровим И Серафим Без искренния Бога снова рожью, сущую Богородицу Тебя величает. Господи, благодарим Тебя за эту возможность склоняться у ног Твоих и слышать Слово Твое Святое и Вечное. Господи, помоги нам, Господи, чтобы в наших сердцах оно отобразилось и перешло на наши руки, устали, ноги, чтобы мы творили добрые дела во имя Твое Святое, Господи. И помоги нам в деле благовестия, найди новые души, приведи к познанию истины через эти, Господи, книги, через наш сайт и форум, канал Ютуб. Коснись сердец людей через наше благовестие, найди новые души, заблудших, Господи, найди. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Тебе за все хвала, честь и поклонение Отец, Сын и Святой Дух. Тебе за все хвала, честь и поклонение об этом просчитали Отец, Сын и Святой Дух. Спасибо.